Здравствуйте дорогие друзья, с вами Александр на канале финансовой независимости. Если вы пока еще не достигли этой самой финансовой независимости, тогда вам к нам. На канале я планирую показывать свой инвестиционный портфель, состоящий из российских акций это брокер ВТБ и иностранных акций американский брокер Interactive Brokers. Также выкладывать обучающие ролики по инвестированию и различные обзоры и собственные инвестиционные мнения. Вместе на пути к финансовой независимости. Итак, я планирую достичь финансовой свободы, поэтому инвестирую. Откуда возьмется благосостояние, как это будет выглядеть? Да очень просто. Со временем накопится капитал, который сможет генерировать постоянно в виде дивидендов достаточно денежных средств, чтобы ощутить сначала финансовую независимость, а потом уже и свободу. Сегодня поговорим как раз о дивидендах, которые можно тратить и при этом рост капитала будет продолжаться. Не переключайтесь и вы узнаете, как себя ведут дивидендные выплаты компаний в периоды финансовых кризисов. Вся правда о дивидендах. Фондовые рынки различных стран, разные классы активов и конечно отдельные ценные бумаги будут давать различную дивидендную доходность. Какие-то рынки, страны дают небольшую дивидендную доходность, другие выше. Например, дивидендную доходность американского рынка через индекс стандартенкурс 500 составляет на текущий момент меньше 2% годовой в доллар. А дивид доходность российского рынка более 6% годовой в рублях. Так было не всегда. С течением времени оценка рынков и дивидендных доходностей меняется. Кроме того, на фондовых рынках регулярно случаются потрясения, которые, конечно же, сказываются на размерах и доходностях дивидендных выплат. Так как же поведут себя дивидендные выплаты в период кризиса? Как ведут себя компании в кризис? Что делают инвесторы? Расскажу об этом. Первое. Это про инвесторов. Инвесторы во времена кризисных явлений и даже заранее переходят в защитные активы и дивидендные бумаги. Такие как золото, облигации, привилегированные акции, дивидендные акции, ну так далее. Котировки которых начинают расти. Поэтому инвестиционный портфель с дивидендным уклоном, скорее всего, меньше пострадает по общей стоимости. Далее. Второе. В период кризиса происходит рост уровня паяут акций. Ну, примерно 75 процентов. Так как прибыль падает. Ну, от 75 процентов. То есть 75 процентов это нормально. Все, что вышло, это уже не есть хорошо. Напомню, паяут это процент от прибыли, направленный на выплату дивидендов. Далее. Некоторые компании даже берут долг, чтобы выплатить дивиденды. Иначе владельцы акций могут начать сбрасывать бумаги, что приведет к еще большему падению акций. На иностранных фондовых рынках, особенно США, принято не разочаровывать акционеров снижением дивидендных выплат. Это не Россия. Рынок существует очень давно. Есть компании, которые уменьшают или совсем отменяют дивиденды в период кризиса, чтобы проинвестировать вложения в новые проекты, нацеленные на рост бизнеса. Кризис это, прежде всего, возможность для роста. И порой инвесторы, понимая, что в будущем компании от уменьшения дивидендов только выиграли, реагируют покупками, что ведет к повышению котировок акций. Такой парадокс бывает. А бывает и наоборот. От дивидендов отказываются, чтобы просто банально спасти разоряющуюся компанию. Это все процессы, которые свойственны дивидендному поведению инвесторов и компании. Но нас интересует другой, более важный момент. Можно ли рассчитывать пассивному инвестору на сохранение уровня дивидендных выплат в период финансовых потрясений? Для начала обратимся к статистике. Видим табличку. Очень интересная таблица. В ней указаны периоды медвежьего рынка США. Ранние периоды нам не знакомы, но последние падение даткомов с 2000 по 2002 и ипотечный кризис 2008 года многим инвесторам знакомы однозначно. Так вот, напротив каждого периода в таблице написан максимальный пик снижения в процентах, снижения рынка в процентах, соответствующий данному временному отрезку. И также написано изменение дивидендной доходности в это время. Это последняя колонка. Данные взяты по индексу Standard & Poor's 500, достаточно полно отражающему фондовый рынок США. Что мы видим? Величина сокращения дивидендных выплат существенно меньше падения рынка. При среднем падении рынка на 34 процента можно увидеть, что сокращение дивидендов произошло на незначительное значение 0,5 процента всего. Конечно вероятно. Так, внимательный зритель увидит и поймет, что показатели первой строчки, а именно периоды падения с 46 по 49 годы, отличаются своим ненормальным ростом дивидендов в период кризиса и сильно сказываются на средних значениях изменений дивидендов. Если не брать этот период в расчет, то получится, что среднее значение падения дивидендов во временах финансовых кризисов равнялось 4 процента. Ну то есть с этим периодом 0,5 процента, без него всего лишь опять же 4 процента. Что тоже незначительно. Последний ипотечный кризис у нас отличился снижением дивидендов на 23 процента. Это уже существеннее, но опять же более чем в два раза меньше в пикового значения падения самого рынка. Столь высокую величину падения дивидендов по сравнению с другими кризисными периодами можно объяснить природой того самого кризиса. Природа кризиса восьмого года носила ипотечный и финансовый характер. А традиционно именно в финансовой сфере, как правило, дивидендные выплаты одни из самых высоких. Были. К тому же, когда реально падали прибыли компаний, это естественно отражалось и в дивидендах. В случае кризиса доткомов реальный сектор был затронут существенно меньше. Ну там были раздутые интернет компании, которые и так не платили дивиденды и при падении котировок этих акций на дивидендах это сильно не сказывается. Так, конечно же, природу будущего кризиса мы не знаем. Но по рассмотренной статистике картина, в общем-то, складывается следующее. Рассчитывать на дивидендный поток в период рецессии можно и даже нужно. Но необходимо учитывать, что все же данный денежный ручеек может немного распудить. Поэтому, принимая решение жить только на дивиденды, нужно учитывать историческую максимальную величину снижения дивидендных выплат 23 процента. Или хотя бы среднюю с 2000 года, который мы видели в таблице, это 11,7 процента. Ну то есть идем либо по максимуму, либо по среднению. Но это так. На будущее, когда уровень финансовой независимости будет уже достаточно высок. Хотя, возможно, кто-то из вас уже близок и задается этим вопросом. В этом случае наше общее поздравление. Для нас, рядовых инвесторов, инвестиционный портфель, составленный с дивидендным уклоном, поможет пережить кризис с меньшими потерями. Это произойдет не только потому, что дивидендные активы меньше теряют в цене, но еще и потому, что дивидендный поток, реинвестированный в период нескольких цен на активы, скажется на будущем финансовом результате самым благоприятным образом. Ну это все, что я хотел сказать вам сегодня. С вами был Александр. Пожелаю вам удачных инвестиций даже в кризисное время. До скорых встреч на канале финансовая независимость. Всем большого профита и да пребудет с вами сила сложного процента.